Что нужно иметь для того, чтобы участвовать в таких акциях протеста? Нужно, чтобы была возможность иметь с собой небольшой запас пищи, какие-то гигиенические средства. Ну, то есть вы ориентируетесь, что у нас будет длительный митинг, первое. Второе, в прилежащих районах живут люди в разных квартирах, у них есть возможность помогать. И с питанием, и с водой, любой другой формой помощи. Поэтому мы заранее готовимся, и ничего критичного нет. Если власть и отключит интернет 9-го, 10-го, они сами по себе ударят, а мы заранее обсудим все сценарии. Поэтому мы предлагаем открыто обсуждать все это, открыто обсуждать, продумывать. Ну и потом, если какие-то моменты мы упустили, а это возможно, я еще раз хочу сказать, мы ориентируемся на активное общество. Именно активное общество завтра будет выбирать своих депутатов. Именно активное общество будет управлять этой властью. Именно активный народ у меня спрашивает, а где гарантия, что у нас не будет завтра новая диктатура под другой фамилией? Мы объясняем очень просто. Мы строим парламентскую страну без должности президента. Все органы власти будут назначаться парламентом, включая правительство и министров. И самая главная гарантия не только политической системы, которую мы хотим построить, самая главная гарантия является сам народ, его активность. И нам важно, чтобы на этом митинге вы действовали самостоятельно, активно, помогая друг другу. И поэтому мы открыто озвучиваем все сценарии и по итогам неожиданной смены обстоятельств, которые мы не проговорили, не предусмотрели. Связь пропала. Вы можете принять самостоятельное решение, объединившись разной группой сообщества. Это будет наиболее эффективным. Не ждать инструкции от кого-либо, а именно сами объединиться. Ну, я еще хочу вам сказать, что в Алматы и других городах у нас есть ячейки, и они тоже будут нами подготовлены к проведению этого митинга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!